Мир, и еще раз мир, мы молимся. И давайте дома будем молиться и за Белоруссию. И давайте начнем молиться о том, вы знаете, что Бог отвечает на наши молитвы? Потому что мы церковь, в которой действует Святой Дух. И мне хочется всем сказать, кто смотрит, давайте начнем молиться за Белоруссию. Каждый день там люди страдают. Я разговаривал с лидером нашим, который там, со служителем. Он говорит, это ужас. Ужас. То, что показывают, это одно, но то ужас творится. Также будем молиться, давайте, каждый день за домашние группы. За наши собрания, чтобы явилась Божья слава для людей. Сегодня люди, они ждут Иисуса. Им не поможет никто, ни один человек. Им поможет только Иисус. В нашей церкви Иисус. Здесь Святой Дух. Когда человек приходит на наше собрание, друзья, он приходит не для того, чтобы увидеть кого-то из нас. Он приходит, и даже если бы он шел увидеть кого-то из нас, увидит он Христа. Увидит он Духа Святого. И это не забудется никогда. Все, кто смотрят, привлекайте людей. Не смотри один. Всегда позови еще кого-то. Пусть человек будет спасен через тебя. Пусть явится Божья слава. И мы молимся каждый день, давайте, за домашние группы. Домашние группы. И наше воскресное служение. И когда я здесь, и когда я через эфир говорю, послушайте, Бог мне дал такое слово. Это было еще несколько лет назад. Когда я сказал всем, чтобы Бог мне сказал, чтобы я молился в экран, в телевидении. И что Он будет действовать везде. На другом конце земли. И Он это подтверждает каждый раз. Давай дадим Ему славу. Аллилуйя. Спасибо, дорогие. Присаживайтесь. Прежде всего, мне хочется вам сказать, дорогие друзья. Дух Святой, реальная Личность. И мы можем с Ним сотрудничать, с Ним все делать. И сегодня наша Церковь, мы особенные люди. И я ценю каждого из вас. Вы знаете, мне говорят, выйдет передача какая-то в это воскресенье. Сегодня, типа, или еще когда-то. Я вам скажу, друзья. Любая передача, все, что выходит, это все крутится вокруг одного. Вокруг денег. И я бы вам сказал, не хочется здесь вот так говорить. Я никому деньги не дам. Пусть показывают сколько угодно. Вам советую. Не смотрите никогда это. Это все чушь. Чья? Собачья. Извините. Потому что это глупостью все. И сегодня там кто-то получает какие-то деньги, кто-то еще что-то. А я вам скажу одну вещь. Сколько бы ни показывали. Я здесь. И я по-прежнему проповедую. И по-прежнему иду вперед. И пусть Бог поможет нам. И пусть Бог сохранит нас. Молитесь всегда за меня, за Викторию. Потому что нас уже и в тюрьму садили. Нас уже и опять хотят посадить. И нас уже и что только не делали. И убивать. Пытались. Я вполне серьезно говорю. И приезжают, бывает. И что-то там пугают. Автоматы достают. Послушайте. Это все бесполезно. Но нам нужно молиться. Молитесь за пастора. Потому что движение Святого Духа дьявол ненавидит. А Дух Святой, он жаждет проявления. Дух Святой жаждет, чтобы мы с тобой шли в этот мир и спасали людей. Аминь. И нас сложно остановить. Знаете почему? Если бы мы были сами по себе. Если бы мы были церковью, в которой нет Бога. Нас бы уже давно истребили из-под небесной. Если бы ты и я. Я конкретно говорю о тебе, о себе. Если бы мы были людьми, с которыми нет Бога. Мы бы не устояли. Но мы встанем и стоим прямо. А они пали. И я это говорю вам. Дух Святой сейчас пришел. Падут подли нас тысячи и десять тысяч одесною нас. Но к нам не приблизится. Халлилуйя. Помазание пришло. Халлилуйя. 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 Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. И все мы будем смотреть и видеть возмездие нечестивым. Мы будем видеть, как Дух Святой действует через нас, спасая души людские. А самое страшное, знаете, что, когда люди, которые воюют, поймут, что воевали они с Богом. Воевали они с Церковью Христовой. Воевали они с помазанием и с помазанником. А мы с тобой счастливые, благословенные, мы будем просто делать то, к чему нас Бог призвал. Не больше, не меньше. К чему нас призвал Бог, то и будем делать. Дай Богу славу. И мы без всякого сомнения идем вперед. И да поможет нам Бог. Молитесь за Виточку, молитесь за меня. И знаете, впереди, знаете, вот сила Божья увеличивается. Сила Божья увеличивается. Бог мне показал, что когда все эти времена испытания пройдут, вот сила Его будет настолько сильно проявляться, мертвые будут воскресать. Амэн, амэн, амэн. Мы видели исцеление больных людей, которые умирали уже от рака, которых привозили домой, и они уже расставались с жизнью. Цирроз, рак. У них были вот такие животы от цирроза, там надутые, да, там, жидкости, все остальное. Они были здоровы потом, после молитвы. Бог исцелял их. И я вам скажу, что Бог исцелит всякого больного, но больше Бог будет воскрешать всякого мертвого. Мы будем молиться за тех, которых хоронят, и они будут подниматься. Амэн, амэн, амэн. Я знаю, что Бог хочет это делать, потому что слава Христу, воскрешающему мертвых. И пусть не спешат делать там вскрытие, трепанации и всякое остальное. Потому что приходит время, когда мы, церковь Божья, будем молиться, и слава Божья будет приходить. Все в интернете там. Я вас вижу, дорогие. Дайте Богу славу. Аллилуйя. О, там одни слышат нас, другие. Пусть Бог вас обильно благословит. Помахайте рукой, чтобы вы видели, что вы нас слышите. Вот, 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 вот. До некоторых сигнал дойдет к вечеру. Класс, класс. Как здорово сегодня, правда? Я вам скажу, тысячи, тысячи интернет-домашних групп, миллионы людей. Они будут смотреть наши эфиры, потому что через это Дух Святой будет мощно действовать. О, что там? Движение, да, пошло? О, аллилуйя. Я вам говорю, сигнал придет. Класс, класс, класс. Вы видите, да? Вот так бывает в жизни. Ты помолился, и ты хочешь сейчас, чтобы Бог тебе ответил. Бог говорит, все будет. Подожди, сигнал еще идет. А ты думаешь, сигнал к ним идет? Он еще от них идет. Так и с Господом. Знаешь, бывает время. Немножко нужно, чуть-чуть. Скажите, родные, вы хотите сегодня научиться жертвовать так, чтобы ваша жизнь была изменена? Я настроен учить вас именно так. Все, кто смотрят, послушайте. Я говорю вам, когда вы становитесь партнером, вы можете взять и записать себе это. Через то, что ты становишься партнером. Послушай. Через партнерские деньги ты делаешь себя частью работы Бога в спасении человеческих душ для вечной жизни. Через партнерские деньги ты делаешь себя частью. Слово частью ключевое. Что значит частью? Вы знаете, когда Христос пришел на землю, ему нужно было пройти очень серьезную, знаете, смерть, страдания, очень серьезные переживания, которые не подлежат даже какому-то обсуждению сегодня здесь. Потому что мы не сможем именно это описать какими-то словами. Он был брошен, он был унижен, он был опозорен, он был постыжен, он был нах, полностью, без повязок, о которых там мы, знаете, люди рисуют, правильно делают, понятное дело, нужно, ну, послушайте, на самом деле он был нах. Люди шли и плевали прямо на него. И они говорили, ты спасать будешь кого-то, а ты себя спаси. Но он не мог себя спасать, потому что он тебя спасал. Он спасал меня. Он спасал каждого из нас. когда мы начинаем понимать, частью чего мы являемся, когда мы жертвуем. Когда я жертвую, я не собираюсь свои деньги просто отдать куда-то. Я не собираюсь взять свои финансы и просто, знаешь, пожертвовать, ну, чтобы так считалось. Или потому что я, ну, просто я когда-то решил быть партнером. Слушайте внимательно. Каждый раз, когда я жертвую, я хочу осознавать, что я делаю, что со мной происходит. Потому что деньги деньгами, но то, что я делаю, частью чего я становлюсь в этот момент. И я всем вам хочу сказать, мы становимся частью работы нашего Господа Иисуса Христа, частью Его страданий, частью Его постыжений, частью Его позора, частью Его ужаса, который Он пережил за нас, чтобы слава Божья явилась через жертву Христа в жизни людей. Когда я становлюсь частью, вы должны понять, каждый человек, который делает себя сопричастником в Божьем деле, Он становится сопричастником в Божьей награде. Меня все услышали? Христос был воскрешен из мертвых, посажен на небесах, Писание говорит. Имя Его превыше всякого имени. И сегодня мы как будто бы продолжаем работу креста Голговского. Мы продолжаем работу этой жертвы, которая была. Кровь Иисуса Христа, смотрите, она еще не окропила многих людей. И в Ветхом Завете брали и соп, и его просто макали прямо в кровь агонца, которого зарезали. И потом этой кровью брали и помазывали косяки. Это Пасха. Этой кровью кропили на человека, и человек был очищен от своих грехов. В 50-й Псалом, где Давид кается за Версавию, за все, что он сделал, он говорит, окропи меня и сопом и буду чист, омой меня и буду белее снега. Вот знаете, братья и сестры, все, что мы делаем, вся наша работа, евангелизация, наши партнерские жертвы, наши десятины, наше служение. Я как оператор, я как музыкант, я как ашер, я как просто помощник, я работаю в офисе. Разницы нет, все мы работаем на то, чтобы вот эта кровь, кропление, она достигла новых людей, за которых умер Христос. Аминь. Это смысл вообще нашего существования, как в церкви, братья и сестры, все, кто смотрят, мы все только ради этого на самом деле и существуем, и собраны. Нас предназначил Бог еще до сотворения мира. Он избрал нас и поставил нас, чтобы мы шли и делали это. Если сегодня человек, он думает, что партнерские деньги, слушайте внимательно, я хочу вам просто помочь сегодня. Партнерские, да, это святое вообще, потому что это деньги, которые ты жертвуешь в спасение людей. Меня все услышали? Я жертвую в спасение людей. То есть эти деньги должны куда пойти? Они идут на то, чтобы сегодня был эфир, чтобы сегодня братья и сестры нас смотрели. Кто-то за это платит. Кто-то платит, чтобы сегодня фонари горели, стрела ездила, чтобы сегодня эти камеры работали, экраны работали, микрофон мой, чтобы я был слышен всем сегодня на другом конце земли и здесь. Кто-то платит деньги. Меня все слышат или нет? Эти деньги и есть партнерские. Для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа проповедовалось, нужна всегда жертва. Итак, осознание, когда ты часть, через партнерские, ты делаешь себя частью работы Святого Духа на земле. как правило, если я становлюсь частью этой работы, я также рассчитываю уже как сопричастник, я рассчитываю на то, что Дух Святой, Он и во мне поработает. Аминь? Первое, что вы должны сделать? Когда вы жертвуете партнерские, вы должны знать, что вы становитесь частью, это раз. И второе, вот в этом пункте, самое главное, всегда просите Духа Святого, чтобы Он работал внутри вас. Я говорю о том, чтобы ваше сердце преображалось в образ Христа, чтобы работа Святого Духа была с вами, чтобы вы могли победить какие-то грехи, какие-то недостатки, какие-то... Слушайте, давайте без грехов сейчас... Грехи понятно. Окей. Ну давайте больше возьмем. У тебя сегодня какая-то боль в семье от того, что у тебя в характере, по роду передалось. Какая-то какая-то нечистота, какая-то гневливость, какая-то непрощение, обидчивость, еще что-то. Какой-то дух развода, он просто бьет по голове все время вас. Ваши слова, они просто разбивают атмосферу и меняют ее с божественной на демоническую. Послушай, ты пытался это изменить, ты пытался что-то сделать, ты пытался уже сто раз, но у тебя не выходило. Слушай, помазание Святого Духа, оно может действовать, когда ты жертвуешь, когда ты говоришь, Боже, в первую очередь в моем доме, в моей семье, я меняю в семье других людей, я даю деньги, чтобы там был мир. Боже, дай мир в мой дом. Вы меня слышите или нет? Измени меня, ты просишь Бога, чтобы Он дал тебе способность прощать, способность любить, способность быть выше всего. Вот эти вещи, братья и сестры, они так важны. Когда приходит кризис в мою жизнь, когда мне больно, когда мне тяжело, когда я просто вот так стою на коленях, говорю, Бог мой, Бог мой, ты где? В эти моменты я вспоминаю все, что я делал во имя Его. Я говорю, я часть твоей работы, я часть твоего проекта, приди и мне помоги. Бог всегда приходит. Вы слышите или нет? Я всем это говорю, Бог всегда приходит. Бог всегда приходит. Бог приходит каждый раз. Итак, первый пункт. Через жертвы, партнерстве, через твою верность, через стабильность, что происходит? У тебя появляется, запиши себе это, братья и сестры, запишите. У тебя появляется вера, что Бог будет действовать в твоей семье и внутри, в твоем сердце. Можешь записать, давая тебе способности жить счастливой жизнью. Давая тебе способность жить счастливой жизнью. Я не хочу учить вас о чем-то, что вы не примените. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня каждый из вас все до одного, кто меня слушает. Послушайте, вы начали молиться Богу о своем сердце, о своей жизни, о своей душе, чтобы Бог, Он дал вам то, чего у вас не было до этого собрания. Когда вы берете свои жертвы, свои партнерские, молитесь, и пусть они будут, знаешь, жертва и молитва, это две рельсы, на которых мчится локомотив пробуждения, счастья, жизни и победы. Он переедет дьявола любого. Когда я молюсь, и вот смотри, я взял жертву, я взял жертву, я специально взял сюда деньги. Смотрите, я взял жертву. Что я делаю? Во-первых, если я счет, там перечисляю, у меня нет, ни наличными жертвами, окей, вы не об том думайте, напиши на бумаге и возьми эту бумагу. Пусть у тебя будет блокнот твоих жертв. Пусть у тебя будет блокнот твоих жертв. Вы меня все слышите или нет? В котором будет написано, во что ты жертвовал, что ты просил у Бога. Потому что часто люди, они дают партнерские, они дают их просто так. Нет, каждый раз, пусть твои партнерские, они будут даны для проявления Бога в конкретной сфере. Бывает у человека, у него проблема со здоровьем? Или проблемы со здоровьем у его близкого? Вот он берет партнерские, смотрите, что я делаю. Я показываю. Я беру партнерские. Или я написал на бумаге. Ну, у меня блокнот. Окей, ты записал. У всех блокноты будут или нет? Да. Пишите. Это ваша вера. Вы потом будете открывать эти блокноты и писать туда ответы на каждую жертву. Потому что ответ, я пишу еще ответ. Теперь смотри. Ты взял, и ты не просто отдал их и все в суете. Нет. Ты останавливаешь всю свою жизнь. И ты говоришь, Господи, я тебя прошу. И вот этот второй пункт, он таков. Я вам сейчас продиктую его и потом покажу, как это делать. Второй пункт. Посмотрите на ситуацию, где у вас проблема. Представьте эту ситуацию, что вы в ней оказались совершенным победителем. Что все обстоятельства развернулись. И то, что было, оно было, как страшный сон. Но вы стоите здоровый или обеспеченный финансово, или со своим мужем, женой, и у вас мир. Вы стоите, ваш ребенок здоров. Вы должны увидеть картину в четвертом измерении. Запишите себе это. Вы должны увидеть образ в четвертом измерении. Именно там, где болит, вот туда часто мы должны жертвовать. В победу, которую мы сами не смогли сделать в своей жизни. Которая нам не под силу. И мы боремся, и мы внутри разочарованы, можем быть, в каком-то вопросе. Скажите откровенно, есть такое или нет? Есть. Так вот, ты когда берешь и ты начинаешь думать, а что было бы, если бы в этой сфере я был другим человеком и все по-другому было. Представь себе это. То, что я делаю, я взял финансово. Я принял решение. Я партнер. Если вы не партнер еще, послушайте это учение для партнеров. И вам нужно сегодня знать, отделяя себя от работы Бога, вы теряете все. Давая деньги, вы не теряете эти деньги. Вы обретаете наоборот. Потому что вы даете в дело Божье. А значит, вы обретаете Божье благоволение на свою жизнь. Отдавая вообще то, чего в самом деле это просто деньги. Вы их все равно потратите. Так я говорю или нет? Все равно потратите. Многие люди даже не замечают, как они зашли на 500 гривен, скупили в супермаркете и партнерских 50 дали. А ты возьми и дай партнерские те, которые ты бы скупился в супермаркете. Возьми и запомни это. Запиши в блокнот. А потом встань и молись. Я учу вас. Представляя себе картину невозможного. Подчеркни это в своем блокноте. Невозможного. То есть, когда вы представляете себе невозможное, вы разговариваете на языке Святого Духа. Ваша принадлежность к делу Божьему, к Его проекту, к Его боли, к Его страданиям, Его радости и победе. К Его жизни. Иисус живет спасением людей. Он живет церковью. Написано за церковь. Он пролил кровь свою. Так вот, внимание, посмотрите на меня все. Когда я стою жертвой, в этот момент я не хочу думать больше ни о чем. Я хочу думать о невозможном. И я представляю себе картину. Я вижу. Я вижу. Я однажды был на собрании пастора Банихина в Дворце Спорта. Это было еще до того, как мы начали колледжи здесь и все остальное. После этого я хотел принести жертву. Мы только приехали в Киев. Я насобирал 100 тысяч долларов. Я взял эти деньги. Мы с Викторией ждали, когда пастор Банихин освободится. Мы сидели там за сценой. И так получилось, что ни одной души в зале уже не было. Мы просидели, помню, уже два часа. За нас забыли, возможно, я не помню. Но я пошел и встал на краю сцены. Вы знаете, я стоял на краю сцены, я вам рассказывал все, как было. И я начал представлять, что весь этот зал на 10 тысяч человек, он заполнен людьми все до одного места. Естественно, ко мне начали приходить сомнения, и это было невозможно. И я говорил, это колледж. Это будет колледж. Колледж у нас был в Днепре последний на то время. Две с половиной тысячи человек. И в Днепре. Тут новое место. И тут, как он может быть, 10 тысяч человек. Колледж. Не бывает колледжей по 10 тысяч человек в природе просто. Меня все услышали? Не бывает колледжа, чтобы люди собрались на целый месяц с утра до вечера 10 тысяч человек. Ну где вы такое видели? Чтобы такое думать. Это только надо вообще с ума сойти, чтобы такое думать. И вот я сошел с ума, стоял и думал. И я представлял, как люди там. И я так сильно это представлял, что потом, когда я уже смотрел своими глазами, я не мог даже понять, как может быть, что их нет. Мне казалось, они есть. Мне казалось, они шевелятся, говорят между собой. Кто-то поднимается, что-то присаживается, кто-то поправляет что-то, кто-то смотрит на меня, слушает. Я смотрел, я просто был в четвертом измерении, я пришел с жертвой. И я так простоял там очень долго. Потом Виктория пришла ко мне, и я говорю, Виточка, здесь будет колледж, и здесь мы увидим забитый зал на целый месяц. И Виточка, она знает, что если уже я говорю, так и будет. Потому что я вошел в четвертое измерение. Потому что я говорил на языке Святого Духа. Потому что верой своей я посягнул на то, что невозможно. И я не пришел с пустыми руками, у меня была жертва. В этом дворце Бог устроил так. Потом уже за нами пришли, мы подошли к пастору Бене, и я отдал эти деньги, сто тысяч долларов. Мы с Виточкой встали на колени сами, и он за нас молился. А он еще спросил, а что вы хотите? Я говорю, только пробуждение, только движение Духа Святого, больше ничего. Потом я это делал множество раз, жертвуя сотни тысяч долларов разным людям, не только пастору Бене. Но я вам скажу одну вещь. Все, во что я жертвовал, все, я повторяю, во что я жертвовал, все это совершилось. Я стоял там на сцене, на краю, пустой зал ни одной души. Потом у нас был колледж. Прошло время, месяцы там, я не знаю, сколько времени, полгода прошло, или сколько. Сам смысл в том, что я помню этот колледж, зал был полный, был ажиотаж, и потом был другой колледж, и третий, и четвертый. Но вы знаете, что? Были моменты, когда я подходил на край сцены, стоял, смотрел на всех, во время молитвы особенно. Я вспоминал, как я стоял тут, и не было ни одной души. но я видел, как зал забитый, я видел, как люди толкутся к сцене, я видел, как все, портер забитый, все забитое. Послушай, люди кричали, пели, бесы выходили, больные исцелялись, масса свидетельств. Послушай, а я стоял на краю и просто вспоминал, как я стоял на краю, и не было ни души. Когда вы берете свои партнерские, вы должны знать, вы часть Божьей руки. Вы Его рука. Вы здесь на земле, Его рука. Вы слышите или нет? Вами Он творит. И в этот момент вы можете просить у Бога что-то. И я вас учу, представляйте себе тот момент, мгновение, как вы будете стоять, и вы будете здоровы, или что, какая нужна у вас, или вы будете счастливы в семье, или вы будете обеспечены, и вы будете стоять и доставать просто тысячу долларов, чтобы пожертвовать в воскресенье. Меня все услышали? Ваш шаг к тому, чтобы увидеть Божьи чудеса состоит в том, чтобы вы не жертвовали автоматически. Не жертвуйте без веры. Не жертвуйте так, как будто бы это для вас не важно. Не жертвуйте так, как будто это для Бога не важно. Зацепите Бога вашей жертвой. Зацепите Бога вашим пожертвованием. Посмотрите, пункт следующий. Изменив свой статус зрителя на участника, вы всегда будете ощущать внутреннее свидетельство, что вы угодны Богу. Меня все услышали? Вы всегда будете ощущать внутреннее свидетельство, что вы угодны Богу. вы сможете ходить теми тропами, которые для вас были недоступны. Я говорю это всем сегодня. Я говорю даже тем, которые не партнеры, но я уверен, что вы сегодня станете партнером. Потому что быть партнером это великая привилегия и великая честь. Это самого себя сделать избранным. Вы знаете, написано, что один человек сделал большой ужин. Это Иисус рассказывал притчу. И говорит рабу своему, говорит, пойди позови всех. Мы будем делать ужин. Он пошел. И написано, что все начали извиняться. Одни говорили, я купил валов, мне надо испытать их. А я женился, другой говорит, я не могу прийти. И тогда он говорит, пойди по переулкам, по изгородям, собери всех нищих. И потом написано, дом наполнился. И он говорит такие слова. Он говорит, что ни один из тех, которых я звал и не пришли, больше сюда не попадут, потому что дом уже наполнился. Говорит, потому что много званных, но мало избранных. Когда люди соглашались прийти на этот пир, Иисус говорит, они сами себя делали избранными. Так как Иисус избран, его работа спасительная это избрание. И я вам скажу, каждый, кого зовут и говорят, иди сюда, мы вместе будем делать это великое дело. Знаешь что? Когда человек становится партнером, он сам себя делает избранным. Избранным для благословения. Вы знаете, если бы я лично не пережил от Бога столько чудес, сколько счету нет через жертву, я бы здесь сейчас не стоял и не говорил вам этого. Но мне хочется каждому из вас сказать, послушайте меня внимательно. Писание говорит, Бог верен. Когда вы связываете себя с Ним, в этот момент, когда вы с Ним, вы должны точно знать, на вас знак от Бога. на вас, я говорю, знак. Аминь. На вас знак. Именно на вас знак. Знак от Бога. Потому что вы поверили. Вы поверили в Евангелие. Вы поверили в работу Святого Духа. если человек не верит в работу евангелизации, если он не верит в Евангелие, он даже не верит, получается, в свое спасение. Вы меня услышали? Когда я знаю, что я спасен, когда я знаю, что здесь, сейчас, вы понимаете, о чем я говорю? Дух Святой действует. Когда я это знаю, послушай, я делаю себя частью этой работы. Я хочу, чтобы пастор больше молился. Я буду жертвовать в это. Я хочу, чтобы больше больных было исцелено. Я буду жертвовать в это. Я хочу, чтобы кто-то, кто умирает сейчас, погибает, и до него Евангелие не достигнет. Но я хочу заплатить за это, чтобы Евангелие достигло до этого человека. Я благодарю Бога сегодня за каждого партнера. Потому что благодаря партнерам мы проповедуем множеству стран. И это только начало. Кто-то амин скажет на это? Амин! Итак, я уже хочу немножечко подводить итог. Послушайте. Запишите себе. Жертвуя в нужду. Я имею в виду, друзья, напиши это. Жертвуя в нужду. Когда ты видишь, что дьявол где-то атаковал тебя, и у тебя нет сил победить это, и ты видишь, что сатана атакует твоего близкого, ты видишь, что сатана атакует твое служение или твою семью, он атакует что-то. Берешь жертву твоей партнерски и ты направляешь свою веру именно в это. Но я еще раз хочу вам напомнить и повторить и заострить ваше внимание. Жертвуя, вы должны внимание видеть. видеть образы это язык Святого Духа. Вы можете даже слова не сказать. Молитесь на языках в это время. Просто на языках. Я взял жертву и я молюсь. Я сейчас полный серьезно, молюсь. продолжайте всегда этот образ повторять. Запишите себе этот пункт. Продолжайте повторять этот образ в своей голове при всякой возможности. Иисус продолжайте повторять этот образ в своей голове при всякой возможности. Запишите это. Запишите это. Это важно. Следующий пункт Продолжайте жертвовать с образом При всякой возможности Давайте свою веру Не просто деньги Давайте подавайте свой образ Подавайте свою веру в невозможное В то, что Дух Святой сотворит чудеса Когда вы видите образ невозможного Вы должны знать, вы заявляете Богу Что вы верите в то, что Он сделает невозможное В то, что Он может это сделать И Он покажет тебе, что Он хочет это сделать Следующий пункт Когда вы видите образ Постарайтесь увидеть детали Вы знаете, когда я был В этой тайской тюрьме С Викторией и с нашими братьями и сестрами Мне было очень тяжело И физически, и морально Что-то видеть, молиться даже Было трудно Хотя мы молились сутками Но это была не молитва Знаете, в которой ты побеждаешь Это была молитва просто Из-за какой-то боли Из-за того, что происходило Ну вот послушайте В один момент я начал Представлять себе образ Что нас выпускают Под залог Этот образ, он не клеился Я специально вам рассказываю это Чтобы научить вам чего-то Этот образ, он не клеился Он, знаете, я его пытаюсь видеть Уже вроде вижу Но он как будто бы пропадает Вот все, что Дух Святой не поддерживает Оно как очень тяжело Не получается и все Пропадает образ Так прошла неделя, две Там я помню, долго прошло Больше двух недель И потом так вышло, что Я разговаривал И Инна Рукина Она говорит Я вижу образ, что ты и Виктория Мы все вместе улетаем А нам все полицейские эти говорили Все улетают, украинцы Но вы вдвоем даже не надейтесь Вы никуда не улетите Вы здесь останетесь И они это говорили постоянно И по-другому они не говорили Вы знаете, она сказала И я уцепился за эти слова И также я помню, как Отсюда Все, кто занимались Они говорили Нужно верить, что ты улетишь оттуда Я поменял свой образ У меня не было даже своей веры Послушайте Я вам рассказываю что-то Я был удручен Состоянием виточки И было так тяжело Так плохо Что я даже не мог дышать Я не мог думать Мне казалось, что это конец света пришел Было очень больно И веры не было Но у Инны была вера Я ее пережил от нее Когда она сказала это И потом, когда она повторила это Она говорила это серьезно Мы находились в тюрьме В другой стране В тайской тюрьме Знаете, это было страшно Остаться там Находиться там даже 5 минут Это стресс Но так как у меня не было веры Я начал опираться на ее веру И когда я начал представлять себе Как я улетаю Этот образ сразу же у меня стал четко И когда я повторял его Он у меня становился только крепче и крепче Вы можете себе потихонечку запоминать И прослушать эту проповедь потом множество раз Он становился крепче и крепче этот образ Он усилился И у меня был такой образ Что я нахожусь в самолете Уже в самолете Я нахожусь справа И чуть-чуть сзади самолета И крыло в окно я вижу И как самолет стоит И потом резко начинает взлетать на взлетной полосе И я начал повторять этот образ И вдруг Следующий пункт Достигните чувств, эмоции Переживаний Вдруг я начал переживать прямо чувство Это чувство, которое Ну просто захватывало меня Что я улетаю Что все-таки я улетаю с этой тюрьмы Все-таки не удержали меня Все-таки молитвы сильнее И все остальное Да, у меня в мыслях все эти были слова И вот представьте себе Что в один день все поменялось Вдруг Эвакуационный самолет Которого один прилетал И больше уже туда не прилетал ни один Чтоб вы знали И нас Со всеми Говорят, что мы улетим на Украину Нас привозят в аэропорт Инна, она не отходила от меня Потому что у нее была вера И когда их повели раньше А нас оставили в аэропорту В каком-то подвальном помещении Я вам скажу, что Она стала кричать Нет Они должны быть со мной Я с ними Ну в общем Смысл в том Что борьба была Знаете в чем? Внутри Но я видел И она видела Я вам рассказываю Что произошло Нас завели в самолет Мы заходим в самолет И мне дают места Мы с Викторией Оказались Сзади Справа Крыло самолета И я помню, как я сказал нашему Говорю, снимите это на видео Потому что это то Что я пережил Уже множество раз Множество раз Самолет остановился Я замер Бам! И это мгновение Четкое мгновение Как я это все пережил Уже много раз Самолет стоит Он начинает гудеть И он срывается И начинает взлетать Бог ты мой Это было невероятно Это было невозможно Это было не Это не подлежит Мелочи и детали То, как я видел Это крыло То, где я находился Когда ты видишь Мелочи и детали В чем ты одет Когда ты видишь В чем будут другие Когда ты видишь Как это будет происходить Это заявление В духовный мир Бог для тебя Сотворит все Именно так Аминь Аминь И вы знаете Я был настолько измученный Что мне говорят Виточка говорит Что я ехала Ну там Самолет этот взлетел И короче говоря Она там плакала А я даже не помню ничего Вот я помню этот момент Представьте Ничего больше не помню Вообще Настолько я был Истерстан там И измучен уже Морально просто Это было очень тяжело Все перенести Ответственность Которая на мне лежала Но это мгновение Я его пережил На всю жизнь Я тебе хочу сказать Когда ты Берешь Свои партнерские Не относись К ним С пренебрежением Ты меня слышишь Или нет Не относись Возьми сегодня И пойми Что ты Божий человек Что когда ты Жертвуешь То ты не просто Деньги даешь Ты участвуешь В Божьем деле Аллилуйя Ты часть Божьего дела Ты Помазанник Божий Потому что Ты не в стороне Остался Ты не остался Среди тех Кто говорят Что-то Ты остался Среди тех Кто делает Аминь 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 Аллилуйя Слава Иисусу Дай ему Сильную славу За себя За братья За сестер За партнеров Аллилуйя Господь Слава тебе Сегодня Я хочу Чтобы Когда ты Жертвовал Чтобы ты Понял Что Когда ты Жертвуешь Знаешь Пусть Сколько ты Жертвуешь Пусть твое сердце Тебе всегда Подсказывает Пусть тебе будет Свидетельство Ну возвысь Внутри себя Жертвы Возвысь Внутри себя Божье величие Евангелие Возвысь Внутри себя Подходи К этому Стрепетом К жертвам Внимание Подходить надо В трепете Подходить Нужно Особенно Пусть Бог Увидит Твое отношение Твой образ И воздаст Тебя Давайте сейчас Мы встанем Вот мы Здесь Сейчас Будем жертвовать Возьми Свою жертву Все Кто в прямом эфире Все Кто на записи Послушайте Когда ты Слушаешь Возьми Жертву Чтобы Почтить Бога Пусть Твоя Твоя Душа Жертвует Пусть Твое сердце Жертвует Возьми И Знаешь Сейчас В этот момент Я молюсь Вместе с вами Я хочу Чтоб Каждый Из вас Кто смотрит Кто в этом зале Вы взяли Образ Тот Который Вам так Нужен Ваша Мечта Возьмите Ту Проблему Ту сферу Где горе Где проблема Где вы уже устали Где вы бессильны И посмотрите сейчас И представьте себе Себя со стороны Представьте Представьте себя Уже в победе Представьте себя Что в этом вопросе У вас наоборот Все лучше Чем у всех Если это касается Здоровья Послушайте Я хочу Чтобы вы увидели Себя здоровым Я понимаю Что невозможно Бывает Даже удалили Какие-то органы И все остальное Невозможно Возможно С Богом Мы верим Просто Богу И все Аминь Мы верим Богу И все Возьми Свою жертву Сейчас Всегда Перед этим Ты говоришь Дух Святой Помоги мне Жертвовать Сейчас Направь меня Что я должен Пожертвовать Что ты хочешь От меня Всегда Спрашивай Если вы не партнер Я сейчас Буду молиться И вам нужно Уже быть партнером Когда я буду молиться Это ваше решение Я хочу Даже помолиться С кем-то И все Со мной Поддержите меня Я Молюсь С теми людьми Которые решили Быть партнером Просто повтори Со мной Эти слова Дорогой Господь Я Принимаю решение Прямо сейчас Стать Частью Твоего Движения Частью работы Твоей Дух Святой С этого мгновения Я часть Я партнер Я в благословении Я принимаю Благословение Которое Ложится на партнеров Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Аллилуйя И я знаю Что Есть люди Которые Множество людей Которые стали партнерами Пусть эта молитва Будет Вашей молитвой Сейчас Когда я буду молиться Послушайте Я хочу Чтобы каждый из вас Вы взяли жертву Все кто смотрят Так же И представили себе И сколько я буду молиться Столько Старайтесь возвращаться К этому образу Постарайтесь Спокойно Не переживайте Я попрошу Духа Святого Чтоб Он Вас вел И так Мы молимся Драгоценный Господь Дух Святой Я прошу тебя сейчас За каждого человека Ты Дух Святой Поведи сейчас Ты сейчас Положи свою печать На разум каждого Дай каждому Увидеть Увидеть Славу Твою Группа порядка Все тоже молитесь Сейчас Это ваше время Никто Ни один человек Пусть не останется В стороне Бог мой Аллилуйя Аллилуйя Дух Святой Дух Святой Дух Святой Ты направляй Ты помоги Созидать Этот образ Победы Ты даруй Этот образ Ты даруй Этот образ Ты даруй Этот образ Аллилуйя Я молюсь на языках И в это время Ты старайся видеть И молиться вместе Со мной на языках Я молюсь на языках Дух Победы Дух Победы Голосон Доларабадалареш Доларабадалареш Доларабадалайгия Дух Победы Гороба Шейлот Саурот Дейт Чейлот Саурот Кея Дух Святой Гарабахаса Доларабахан Поведи Сейчас Именно в образах Именно в этом На языке твоем Мы сейчас Разговариваем Дух Святой На языке твоем Мы сейчас Разговариваем Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Слава Твоя доявится! О, мой Бог! Аллилуйя! Продолжай видеть! Продолжай видеть! Продолжай видеть и молись на языках! Продолжай видеть! Мы сегодня, Господь, мы возвышаем Твое дело, возвышаем сегодня свои жертвы пред лицом Твоим, чтобы Ты увидел, чтобы Ты призрел, чтобы Ты, Господи, сотворил необычайное! О, мой Бог! Аллилуйя! И говорит, что Ты свидетельство! Ах, я сказал! Автор – пространство! Вот Дух Святой, сегодня будут разрушены образы болезни, образы нищеты, образы проклятия, образы страха. Все, что вызывает у тебя страх сейчас, прямо сейчас заменяй этот образ на победу. Заменяй этот образ на победу. Я молюсь вместе с вами, друзья, это время очень важное. Это как будто бы открылся, открылась дверь, открылся духовный мир. Там, где был образ страха, прямо сейчас на его место ставь образ, образ смелости, победы, спокоя, мира, покой, мир, защищенность, защита. О, Бог говорит, я щит твой, награда твоя весьма велика. 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 Бог говорит сегодня это нам. Бог щит наш. Бог защита наша. Награда наша. О, мой Бог. О, мой Бог, аллелюя. Аллелюя. Образы страха, образы поражения. Там, где прямой, вот прямо путь идет Друзья, прямо путь идет, прямо идет путь поражения Вы находитесь в нем Возможно, вы в больнице Возможно, вы находитесь в зале здесь И вы видите, что вы стоите на этом пути И ничего нельзя сделать Вы заложник Я молюсь сейчас за таких людей, которые оказались заложниками болезни Заложниками ситуации Заложниками нищеты Заложниками долгов Заложниками лишений и страданий И мучений Я молюсь сейчас за этих людей Представь себя сейчас в полной победе и свободе Как другого человека Представь эту картину Ты должен видеть это Молись на языках Мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя Я ходатайствую, Боже, за каждого человека в этом зале За каждого, кто смотрит За каждого в интернет-домашке, в церкви, в домашней группе Каждого зрителя И особенно, Боже, я молю Тебя за каждого партнера За каждого партнера, Боже Я ходатайствую и прошу Тебя, Боже, сегодня Сотвори Твои чудеса Пусть долги уйдут Пусть проклятия исчезнут прочь во имя Иисуса Христа Пусть болезни отступают И приходит время исцеления и оздоровления Во имя Иисуса Выздоровления, я говорю, исцеления О, Дух Святой, я молю Тебя, Боже мой Мир в дома Развод отменяется Отменяется развод Я отменяю всякий развод именем Иисуса Отменяется развод Дух Святой Мир Твой Там, где неспособность была Там, где проклятие родовое на характере Прямо сейчас, Дух Святой Коснись 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 Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя О, мой Бог, халлилуйя Я чувствую, я должен так же Сейчас мы Давайте Сейчас мы будем жертвовать И Грубо порядка Готовы? Давайте Давайте сейчас Когда будет Жертва Мы молимся дальше И потом у меня Особенная молитва За тех людей Которые сегодня Возможно, вы первый раз Здесь Возможно, вы первый раз смотрите Я буду с вами молиться Молитвой Которая будет Ключевой в вашей жизни Но так же У меня чувство такое Что есть люди Которые Уже каялись Когда-то Но вам нужно Сегодня Обновить Или восстановить Жертвенник Восстановить ваше покаяние Вам нужно сегодня Обновить всю вашу жизнь Вы чувствуете Что вы должны Выйти сюда И стать перед Богом И сказать Я начинаю все с нуля Я хочу сегодня Увидеть твою славу Именно эти люди Пожалуйста Быстро-быстро Проходите ко мне Я буду лично Молиться за вас Я хочу сегодня Молиться за таких людей Сегодня время Обновления Сегодня время Когда Бог Хочет Омыть тебя Своей кровью Святой Очистить тебя От всего Что было не так Обновить тебя Сделать тебя Новым Новое творение Во Христе Иисусе Я знаю Что есть такие люди Я говорю К кому-то Быстро Выбегайте сюда Скорее Бегом Потому что Это ваше время Уберите кафедру Пожалуйста Молитесь Дух Святой Дух Святой Дух Святой О мой Бог Аллилуйя 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 Кто первый раз Выбегайте скорее Выбегайте скорее Вам нужно Бежать сюда Все Которые Обновить Нужно сегодня Твою душу Обновить Твои отношения С Богом Обновить Тебя Ты тело Христа Мой Бог Поднимайте руки И молитесь Те кто выходят Поднимайте руки Молитесь Пусть слава Божья Пусть слава Божья Пусть слава Божья Пусть слава Божья Мы можем жертвовать В это время Послушайте И мы можем Жертвовать И мы можем Выбегать сюда Кому нужно Сегодня Переживание Которое Необходимо тебе. Ты запутался, и тебе нужно сегодня новое время. Тебе нужно сегодня отрубить прошлое. Бог мой, аллилуйя. Уберите кафедру дальше. Становитесь здесь. О, мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог, молитесь. Слава Твоя, Господь, слава Твоя. Пусть и явится слава Твоя. О, мой Бог. Новая, 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 новая жизнь. Левиты, играйте. Еще есть люди, которым нужно сегодня быть здесь. Ты запутался. Пришло время отсечь прошлое. Пришло время отсечь прошлое. Начать с чистого листа. Бог мой. О, мой Бог, аллилуйя. 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 Силой Святого Духа. Силой Святого Духа. Прямо сейчас, Боже, Ты. Ты обнови, Господь. Ты сотвори чудо. Все, кто в экране, послушайте там, в эфире. Послушайте меня. Сейчас я молюсь за вас также. Я знаю, вы встали сейчас. Поднимитесь на свои ноги. Именно там, у экрана. И все, кто нас ценит здесь. И есть еще люди, я точно знаю, я точно знаю, которые очень сильно погрязли. Ваша жизнь, это как темная и светлая. Но сегодня кровь Иисуса Христа сверхъестественна, вы должны быть омыты. И я говорю вам, бегом выходите сюда скорее, потому что это ваше время. Это ваше время. Вы не должны его упустить. Это молитва. Для Бога что-то значит, когда вы выходите сюда. Для Бога что-то значит, когда вы выходите к Нему. Вы выходите не к человеку, а к Богу. Вы выходите к Господу, к Богу. К Нему мы все приходим. Аллилуйя. 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 Иисус Ла Раба, Алла Санта Ла Раба. Это что-то значит. Это что-то значит. Это то, на что вы будете опираться. Это то, что... Это черта. Это сцена сейчас для тебя. Это черта, которую дьявол не сможет пересечь. Я еще жду. Я молюсь. Все молитесь, кто на сцене. Новое время. Новая жизнь. Кровью Иисуса Христа, да будете вы омытые. Кровью Иисуса Христа, да будете вы очищенные. Кровью Иисуса Христа, да будете вы обновленные. И я знаю, что здесь есть служителя, которым нужно быть здесь. На этой сцене. В первую очередь. Потому что это новая жизнь. Во Христе Иисусе. Сатана не сможет пересекать черту, которую Бог положил. Я здесь стою и жду тебя, чтобы молиться вместе с тобою. У экрана также. Это должно быть свидетельством твоим. О, мой Бог. Аллилуйя. Я знаю, что силы и помазания будут действовать так, как еще не действовали никогда в вашей жизни. Как не действовали еще никогда. Сила, 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 сила. Вау. Еще несколько минут я жду. Я знаю, что ты должен быть здесь. Бог мой. Все, все, все молитесь сейчас. Молитесь, молитесь, молитесь. Дьявол не сможет пересечь этой черты. Когда ты выходишь на сцену к Богу, чтобы именно новая жизнь была, чтобы отсечь все сомнения, отсечь все темное, отсечь все неправедное. Это твой выбор, с которым Бог считается. Если ты должен быть здесь, иди сюда. Становитесь под сцену, если вам нет места. Но, знаете, для Бога значит что-то, когда ты выходишь. И я здесь так же, и я здесь так же, и я здесь так же. Во имя Иисуса Христа пусть сегодня. Иисус, прошу Тебя, Господь наш, Спаситель наш, Ты в теле был вознесен, и Ты слышишь нас сейчас. Дух Святой, Ты с нами здесь, Ты с нами. Я очень жажду, прошу Тебя, Твоего присутствия. И сейчас Ты здесь, Дух Святой. Иисус, Ты слышишь нас. Я прошу Тебя, омой своей кровью каждого человека на этой сцене, под сценой. Омой, Господи. Омой. Омой. Ты сейчас кровью Своей, очисти нас всех. Очисти нас всех. Отрежь это прошлое мечом Твоим, словом Твоим. Слово Твоем, в устах Твоих меч обоюдоострый. Господь мой, Ты отсеки прошлое, отсеки во имя Иисуса Христа. Кровью Своей, Иисус, омой каждого. Очисти. Прощение Твое, да будет на всех до одного. На каждом человеке, на каждом из нас. Во имя Иисуса. Отец, Ты слышишь нас. Ты любишь нас. Ты есть любовь. Твоя любовь пусть проявится. Пусть это, этот момент, когда мы приходим. Пусть навеки, Господь мой, никогда дьявол не перестечет этой черты. И мы новые. И никогда не хотим больше вспоминать старое. Никогда не хотим больше иметь что-то общее со старым. Новое. Новое. О, друзья, помазание здесь. Новое Бог дает новое. Новое. Чтобы взять новое, нужно освободить руки и отложить старое. И мы это делаем прямо сейчас. На этой сцене, по сцене мы делаем это. Мы освобождаем. Полностью себя освобождаем. От старого. И принимаем новое. Скажи со мной, я благословенный. Я благословенный. Я благословенный. Я новое творение. Без всякого пятна или порока. Я новый человек. Я благословенный. Я во Христе. Я новое творение. Халилюя. Я принимаю благодать. Прямо сейчас. Ничего общего со старым. Новое творение. Действие Святого Духа на свою жизнь я принимаю прямо сейчас. Скажи это. Действие Святого Духа на свою жизнь я принимаю прямо сейчас. На свое сердце, на свою душу, на свой разум, на свое обстоятельство. Действие Святого Духа. И ангела Божьих я принимаю прямо сейчас. Го! 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 Гого! Го! 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 О, слава, 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 спасибо тебе, Боже, скажите все вместе со мной, я отрекаюсь от прошлого, я каюсь во всех грехах, я принимаю омовение кровью Иисуса, я новое творение, я принимаю благословение, я чист, белее снега, Аллилуйя! 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 Вау! Я поздравляю вас, аллилуйя! Поздравляю! Вы благословенные, поздравляю! Поздравляю вас, дорогие! Пусть Бог вас благословит, пусть Бог вас благословит, поздравляю вас! Аллилуйя! Вы помазанники! Мы все одна семья! Аллилуйя! Мы все одна семья! Аллилуйя! Послушайте! Дайте нам помазание! Ой, Боже мой! Это мы, Господа, все вместе! Отпустите мою руку! Вы что? Я хочу с рукой остаться! Помазание у него! Аллилуйя! Пусть Бог помажет вас! Держите, держите ее! Ну вот помазание человек захотел! Пусть Бог вас благословит! Пусть Бог вас благословит! Пусть новое, новое, новое все будет! По имя Иисуса! Пусть Бог вас благословит! Дорогие, я всех вас поздравляю! Пусть Бог вас благословит! Я поздравляю всех, кто молился вместе со мной! Пусть Бог вас обильно, обильно, обильно благословит! Бог любит вас. Пусть Бог явит Свою славу на среду, правда? Когда мы за деток будем молиться, пусть родители, мамы, папы, пусть они увидят счастье, что их ребенок исцелен, что их ребенок начал развиваться, что их ребенок вообще все хорошо. Защита на детях. Во имя Иисуса мы будем молиться. Я обнимаю вас всех. Пусть Бог вас обильно благословит. Амэн, амэн, амэн. Поздравляю вас, родные. Аллилуйя. Поздравляю вас, родные. Я не остановлюсь здесь. Я не остановлюсь, я не остановлюсь, я не остановлюсь, я не остановлюсь, возвышу громко, я свой голос простираю, Дорогая церковь, дорогие друзья, те люди, которые не успели посеять, пожертвовать прямо сейчас, группа порядка специальные ведра с той стороны поднесет, вы сможете посеять свое семя, если вы не успели его посеять, со стороны лестницы. И также, дорогие телезрители, хочу напомнить вам, чтобы вы обязательно свидетельствовали и прославляли имя Иисуса Христа за все чудеса, если вы пережили сегодня прикосновение Святого Духа, освобождение и исцеление, прямо сейчас сообщите нам об этом, и пусть весь мир узнает о любви Божией, о Его чудесах во имя Иисуса. Мы благословляем вас! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok